Новость для автомобилистов. Ищите пути объезда. С понедельника перекроют улицу Дзержинского от кругового движения до пересечения улицы Менделеева. На этом участке начинаются масштабные работы в рамках второй очереди пешеходной зоны. Все подробности в нашем следующем сюжете. От Миши Балакирева до улицы Новая пройдет второй участок пешеходной зоны с велодорожкой, дополнительным освещением и системой видеонаблюдения. Подготовительные работы уже начались. Их выполняет западная строительная компания. Податчик зашел на объект в начале августа. Сейчас работы идут со стороны четвертой школы. Произвели демонтаж старой дорожки по всей пешеходной улице Дзержинского. Расширили котлован для новой дорожки. Это было раньше 2 метра, сейчас 4 метра. 2 метра пешеходная дорожка, 2 метра велодорожка. Началась послойная укладка подушки. Сначала геотекстиль, чтобы не смешивались породы. Дальше песок, дальше щебень. К завтрашнему дню планируем делать уже бордюры. Параллельно с подрядчиком на Дзержинке работают коммунальщики. Прокладывают новые подземные коммуникации. Более масштабные работы планируют провести в районе улицы Новая. На этом участке будут убирать воздушную теплотрассу. Эти все трубы будут спрятаны под землю. У нас будет красиво, хорошо. У нас в Москве все коммуникации прячутся под землю. Мы тоже прячем вот эти ужасные трубы, чтобы их не облачать ни во что. И чтобы, в принципе, ложки дегки не было в бочке с медом. Мы их прячем под землю, чтобы они больше глаза не мозолили. Кроме того, по проекту здесь предусмотрено устройство ливневой канализации, а также полный ремонт и замена асфальтового покрытия. Из-за проведения работ на улице Дзержинского меняется схема движения. Она пройдет в два этапа. С понедельника перекроют участок от кругового движения до пересечения с улицы Менделеева. Потом отсюда до улицы Новая. Схема у нас организации дорожного движения на период работы предусмотрена и согласована, в общем, со всеми службами. Объезды будут производиться по улице Карла Маркса и по Гагарина, Литейной и по Ленинградскому шоссе. Постараемся минимизировать вот эти вот сами моменты закрытия полного движения. Будем стараться делать это по полосам, чтобы хоть как-то можно было проехать. Дорожные работы планируют завершить в конце августа. А вот полностью второй участок пешеходной зоны будет готов 5 октября. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.